что ж друзья у нас сегодня очередной рыболовный день опять загадывать не буду но вполне возможно что опять двойной бот выпуск болен рыбалкой то есть за один выход вот снято два выпуска потому что опять снасти будут совершенно различные как бы в один выпуск их вколачивать будет не совсем целесообразно то есть кому что подавай для зрителя там зритель выберет сам по названию выпуска так что сегодня это место еще не добрался но немного и осталось а начать ему рыбачить ловить смотрите видит бог друзья сегодня хотел половить на зимний фильтр значит такая погода там сидеть в этой уже наледи куча ветер дают руки вмораживают посидел полчасика поклевок нету нафиг пойду лучше покорять мормушку там где вчера ловил место интересное рыбки можно полувить так что лучше жучками запасусь а вот можно не жучками всякая рыбка там проклевываться так что пробирай сейчас туда у меня хороший знакомый него федосеев постоянный участник соревнований которые провожу пока не знаю параллельно и там как проходят неизвестно от реки зависит века да и столько не нигде ничего не завязать начать их ведь один насчет кубка города договариваться лечить заранее на прийти вилка мутку но и подкармливать и башни добавил пойдем искать рыбу так кроме тем что хотел выйти на фидор там разные смеси как я его принесу иконки я думаю и чему тебе давать обычно еду с его не беру сегодня взял так что у тебя повезло держит и волосы назад ай рыбу на сгони намочить надо так сухой не ест рано скорее утка я сальдо не должна есть появляются первые поклевки пока это мелкая плотва клевет пока не сильно активно но на прикормку соберется я думаю его открывать хорошо хорошую рыбу пряд ли найдешь но жилцовый то точно новое нет 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 Продолжение следует... Делаем пару проводов, если рыбы нет, слегка докормляем лунку, переходим на другую. Рыбы нет активно, переходим. Продолжение следует... Сегодня, как вчера, использую тонкую снасть леска 205 Шимана Ультегра и мормушка 2 мм. Продолжение следует... Тонкая леска и маленькая мормушка, и легче эту мормушку втянуть в себя. То есть она потоком воздуха, мормушка залетает в рот. И чем меньше и тоненьше снасть, тем это легче сделать, и тем меньше пустых поклевов происходит. То есть здесь трудно поймать рыбу крупнее 100 грамм. Из вот такой вот рыбы, вот видите, даже такая тонкая снасть, она не может в себя втянуть эту... Вот она опять балуется, мелкая срожка, возможно уклейка. Втянуть в себя мормушку она не может по-человечески. Такое ощущение получается, что она ее теребит. Некоторые думают, что она так надкусывает. Вот она слишком мелкая рыба, вот такая. Мормушку втянуть она в себя по-человечески не может. Так тут морозы есть ибудок, она замернет. Так нет, она что, вон холодно то было, тут все замерзло было. Там была, за дорогой. Я туда ползал, блин, блин. Но завтра иду, нету там. А видно, что подходил, а по следкам то где кормил, да кто умест. Идевай, ех, 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 ех. И за 40, сейчас все. Так, друзья, давайте уж объясню, как делать проводки по такой вот рыбе, как мелкая плотва. Если, допустим, нацелены на воде джунца, но это просто в водоеме другой рыбы не клюет на данный момент. Но это довольно интересное занятие, бывает порой. Думаю, полезно было знать. Так, перейдем на новую лунку ищем дно. И, соответственно, где-то вот так вот выставляю от воды сантиметров 5. Первую проводку делаю просто обычный подъем. Тут не надо уже делать уже поклевка. Ну, вот опустили на одну мормушку и начинаем поднимать. С мелкой дробью это первая проводка. В рыбок льет сегодня, допустим, в 30. От 1 выше смысла поднимать нет. То есть, первую проводку делал и плотва любит больше всего опускания. То есть, обычное опускание мормушки на дно. С какой скоростью опускать мормушку, это вы поймете уже по рыбалке. Можно добавлять легкую такую дрожь мормушке придавать, но обычно это просто опускание. И рыба в какой-то момент соблазняется. Если нету поклевок, можно опять постучать по дну, слегка приподнять мормушку. Это тоже будет влияет. Вот, кстати. Ну, это елец. Это не совсем плотва. Стуки по дну работают по всей рыбе, сколько я замечал. По мелкой, по крайней мере точно. То есть, три стука по дну. Слегка приподняли. Вообще, на дном там или оставили на дне, но кивок в натяге. И как бы все. Ну, давайте на опускание посмотрим. Обычно, если дуба есть в лунке, на опускание плотва лучше всего реагирует. Многие считают, что плотва лучше всего клюет на стоячку. То есть удочку зафиксировал на дно мормушку. И без всяких движений рыбалка. Это считают так рыболовы, те, которые не любят ловить. Позьмем, например, моего друга Женьку на зиму. Тот любит плотву. Почему спрашиваешь, не ловишь окуня? Он говорит, я просто его ловить не умею. То есть, человек просто не умеет играть кивком и просто для него легче ловить на стояк. Но если бы он ловил с тем же опусканием или с мелкой дрожжью, то его уловы были бы намного веселее. Потому что это взять, вот видите, опускать еще толком, иначе рыба уже плевет. То есть, просто висячий где-то там мотыль на мормушке, он может привлекать рыбу. Но где-то в такой степени. Тут же мы его преподаем, так сказать, рыбе. Рыба ее видит не в одном горизонте каком-то, а во многих. Соблазнить так рыбку немного проще. Здесь она, конечно, есть. Ну и как бы ты deaths. Scroll лицу ocassи. Рыба с дкилом. Ура! Текла Community Робби Продолжение следует... 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 Продолжение следует...